МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Горы мусора в неположенных для этого местах. 5 гектаров несанкционированных свалок обнаружили в Дагестане. Одна команда и четвероногие действуют мгновенно. Это результат упорной дрессировки. О кинологах и верных помощниках человека смотрите сегодня в выпуске. ФСБ России пресекла на территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгея деятельность преступной группы управляемой из Сирии, которая занималась сбором и переправкой денег на нужды Международной террористической организации ИГИЛ. Об этом сообщается на официальном сайте силового ведомства. Отмечено, что члены радикальной ячейки собрали под видом благотворительности свыше 10 миллионов рублей. На основании результата в оперативно-розыскной деятельности возбуждено три уголовных дела. Уже задержаны и по решению суда арестованы трое подозреваемых. В столице стартовал второй этап конкурса на должность главы Махачкалы. В администрации города собрались все кандидаты, которых, напомним, 40 человек. Им будет необходимо представить свою программу развития города. Также будут оцениваться их профессиональные и личные качества. В состав конкурсной комиссии входит 6 человек. Три от городского собрания и трое представлены главой Республики Дагестан. После того, как все кандидаты выступят, комиссия представит не менее двух кандидатур на рассмотрение Махачкалинского городского собрания депутатов. И уже они методом голосования будут выбирать главу города. Всего депутатов 45 человек. Победитель должен получить не менее 23 голосов. Решение горсобрания является основанием для вступления в должность главы Махачкалы сроком на 5 лет. Самые востребованные профессии определили в Министерстве труда России. Ими стали представители сферы продаж, бухгалтерского учета и строительства. В последних двух категориях, а также в транспорте, предлагают самые высокие зарплаты. Согласно полученным отчетам, в 2018 году больше всего искали бухгалтеров. Это около 130 тысяч вакансий. Но одной из самых редких на сегодняшний день по праву может считаться профессия кинолога. Интересуются ею многие, но рискнет освоить не каждый. Правильное воспитание четвероногих требует особенного подхода и терпения от специалиста. Наша съемочная бригада встретила семьи, кто все же рискнул освоить профессию кинолога. Патимат Ханапова продолжит тему. Задержать нарушителя обезвредит контрабандистов и найти наркотики всего за несколько секунд. Команда и в одно мгновение собака бора породы малину обнаруживает взрывчатое вещество. После животное присаживается рядом с находкой в ожидании вознаграждения. Его миссия уже выполнена. Дальше уже оперативники как-нибудь сами. Для ответственной работы подходят не все животные, только служебных и охотничьих пород. Искать у них в крови. При этом техника тоже не стоит на месте. Газоанализаторы для обнаружения запрещенных веществ есть на каждой таможне. Ну а пока самым верным способом остается собачий нос. Без четвероногих товарищей наркотики не найти, особенно если они глубоко запрятаны. Но и даже здесь преступники пытаются сбить собак. Распыляют рядом с наркотическими веществами, перец, иногда ставят рядом тухлую рыбу и сигареты. Но даже здесь собаки не подводят, в отличие от техники. Амай Акаев занимается кинологией уже более 20 лет. Отмечает, что дрессировщикам легче заниматься с теми собаками, которые близки с ними по темпераменту. Как говорится, каждому свое. Сам Акаев предпочитает воспитывать немецких овчарок. Ну это более такая собака, она во всех областях может использоваться. А у вас была любимая собака или есть, может, кого-то одного? Ну, первая собака, она всегда любимая. Была у меня собака такая, Мартин. В 94-м году, как прошел, я ее получил. Мы ее привезли с Астрахани, и мне ее за мной закрепили. Я ее выбрал сам, она мне понравилась. Очень такая крепкая, характером была собака. Вот я ее выбрал себе, и вот долгое время с ней работал, пока не списали. Я ее списал и также ее забрал домой на пенсию. На пенсию собаки из силовых структур уходят после 8 лет службы. Если она личная, то ее забирает домой сам специалист. А если принадлежит Центру кинологической службы, она там же и остается. В это время четвероногих полностью обеспечивает государство. А у вас были случаи, когда собака вас подводила или никогда? Честно сказать, такого у нас не было, чтобы моя личная собака подводила. Потому что она, если собака непригодна, ее списывают. Честно говоря, у меня даже в списании не было собак. Главное, хороший отбор собаки и правильное воспитание. Списание подразумевается до 8 лет? Да, если вдруг собака непригодна, по каким-то критериям ее списывают. Но в моей практике такого не было. Потому что если ты правильно подбираешь собаку, отбираешь для себя лично, и правильно ставишь дрессировку, то она никогда не подводит. Профессия кинолога – одна из интересных, но в то же время и опасных. В идеале у специалиста должен быть сильный нрав, терпение, целенаправленность и гибкое сознание в крови. Студенты-юристы, для кого сегодня и были проведены показательные выступления, признаются, что, несмотря на всю увлекательность, не рискнули бы стать частью этого рода деятельности. Бабушки вяжут, а молодежь продают. В Дагестане стартовал интересный проект, целью которого является обеспечение пожилых людей дополнительным заработком. Что и как нужно сделать пенсионерам для получения дополнительного дохода, узнавала Карина Баталова. Работа на дому для бабушек. Подобное объявление встретишь нечасто, даже и при наличии спроса. Но в этом проекте все иначе. Журабки, сумки, носки и шарфы. Вязаные изделия будут продавать на ярмарке, тем самым принося прибыль пенсионеркам. Я с малых лет вяжу пештинские. У нас самые красивые узоры пештинские. Самые красивые журабки, самые красивые. Потому что лучшая вязка у нас. Падешки тоже подарила я их. Везде я дарю. Кому иду, я подарки делаю. Всегда. Здесь бабушка Жанна не намерена заработать. Свои вязаные изделия она собирается отдавать нуждающимся. Помогать школам, интернатам и в целом заниматься полезным делом – вот ее цель. Пусть и немного, зато с душой и с теплом. Когда вот видишь на улице, что бабушки сидят на улице, в холоде продают, торгуют. И становится обидно за них, потому что они сделали много для жизни. Вырастили, воспитали детей, внуков. Хочется, чтобы они уютные, чтобы мы о них уже забыли. Раз в месяц волонтеры будут собирать готовую продукцию, а также подставлять все необходимое. Пряжу, спицы и многое другое. Доход делится просто. 80% бабушкам-производителям, а 20% – организаторам-поставщикам. Новая партия пряжи. И вот это средства из этих вырученных и средства меценатов пойдут на закупку пряжи, которые будут идти на большее и большее, так скажем, количество бабушек. Не только в городе, но во всех городах и районах республики. Сейчас в проекте задействовано 25 пенсионерок и столько же волонтеров. Организаторы нацелены увеличить число участников и устроить ярмарку, на которой можно будет сбыть всю изготовленную продукцию. Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Восемь несанкционированных мусорных свалок выявлено в Дагестане. Горы мусора обнаружили сотрудники Россельхознадзора республики на территориях Ахвахского, Левашинского, Кизелюртовского и Хивского районов. Общая площадь – около 5 гектаров. За нарушение требований действующего законодательства госинспекторами составлено более 250 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено штрафов на сумму около 5 миллионов 120 тысяч рублей. Записаться на прием к врачу теперь можно, не выходя из дома. В дагестанских поликлиниках заработала система электронной регистратуры. Пока сервис работает только в шести организациях. Записаться к врачу можно через официальный сайт госуслуги или по телефону. Время приема пациента сократилось в два раза – максимум 15 минут на одного больного. Система называет точное время приема, поэтому в очереди стоять не нужно. Каждый третий брак в Махачкале заканчивается разводом. Об этом говорит статистика столичного ЗАГСа. В 2018 году расторгнуты более тысячи браков. Это примерно 30% от заключенных за год. Данные показатели остаются практически неизменными уже на протяжении нескольких лет. Большинство разводов приходится на первые годы совместной жизни. Основными причинами являются вмешательство родителей, финансовые трудности, а также отсутствие жилплощади и работы у супруга. Боксер Арсланбек Махмудов проведет очередной поединок в Канаде. 26 января в Монреале он сойдется с опытным американцем Джейсоном Бергманом. В предыдущем бою в конце ноября дагестанец нокаутировал другого боксера из США Эндрю Саттерфилда. Тогда Махмудов продлил свою победную серию до пяти поединков. На данный момент он занимает седьмую позицию в рейтинге лучших супертяжеловесов России. С 2017 года этот перспективный спортсмен проживает и тренируется за океаном. Чемпионы России, Европы и мира накануне в Махачкале чествовали лучших спортсменов детей по итогам 2018 года. Церемония награждения прошла в одном из детских центров столицы. В рамках мероприятия кубки и другие призы получили шестеро финалистов. Определяли их путем голосования в социальных сетях. Участникам от 8 до 14 лет в прошедшем году они на высоком уровне проявили себя в тэквондо, грэплинге, вольной борьбе и джиу-джитсу. Подарки чемпионам вручали именитые дагестанские спортсмены. В следующем году организаторы проекта «Дагспорткидз» изменят формат конкурса. Помимо традиционных дисциплин они планируют наградить представителей новых для республики видов спорта. Хочу подчеркнуть организацию этого мероприятия. Я, по-моему, у нас в Дагестане не встречал и не слышал такого самого, чтобы чествовали наших самых маленьких победителей. От лица родителей хочу выразить им огромную благодарность. В Дагестане немало именитых спортсменов, которые прославили республику далеко за ее пределами. Это послужило неким стимулом для дагестанской молодежи, которая усиленно занимается физической культурой. А для этого сейчас в республике есть все условия. Так, в Махачкале на один спортивный клуб стало больше. Все подробности в материале Камиля Девятого. Спортивный клуб «Премиум» расширяет свои границы. Территория зала составляет полторы тысячи квадратных метров. Для любителей спорта и здорового образа жизни в этом центре есть все. Здесь созданы условия, чтобы занятия спортом были в первую очередь максимально эффективными, комфортными и просто приятными. Церемонию открытия посетили общественные деятели, депутаты и известные спортсмены. В первую очередь хочется поблагодарить, кто способствовал этому залу, кто помогал открыть зал, кто спонсировал. Благодаря таким людям, как они, в республике развивается спорт. Спасибо, что пригласили парковый левят, что он во всем поддерживает. Я уже давно знаю, что есть такой человек на туре. Зал бомбовый, скажем, парковый. Премиум фит. Четыре года в спортивной индустрии. Это не много и не мало, как утверждает руководство спортивного клуба. Задача была поставлена развиваться и расти дальше. И вот результат. Один из самых крупных спортивных клубов на Северном Кавказе. Зона кроссфита и зона единоборств для оттачивания навыков ведения поединка. Когда мы только открывали свой спортивный клуб, это был 15-й год, и тогда занятие кроссфитом не было столь популярным, как сегодня. На сегодняшний день кроссфит набрал и набирает большую популярность как среди профессиональных спортсменов, так и среди тех, кто хочет держать себя в форме. И мы решили расшириться и открыли кроссфит-зал и зону единоборств. Клетка для ММА, отдельная зона для единоборств – все это рядом как для новичка, так и для профессионала. Лично на себе. Все преимущества нового зала испытал боец смешанного стиля Мурат Мачаев. Тренер очень хороший здесь, честно говоря. Я с Абдулой работаю. Он очень хорошо дает ударную технику, тренировки по ударной технике. Мне все понравилось. У нас есть небольшая недостатка в Дагестане, недостаток таких оснащенных залов. И этот зал один из тех, в котором есть все, для того, чтобы хорошо тренироваться. И у нас мало залов, где есть такой октагон, клетка для ММА, где можно проводить контрольные спарринги, которые обязательно нужны перед боями. Я просто не вижу, чего здесь нет. Здесь на самом деле все есть. Может, чего-то не хватает, но я этого не вижу. Вроде все есть, все условия и для любителей, и для профессионалов. В этом зале я вижу, что все удобства для развития есть. И клетка есть, и зона кроссфита есть. Все необходимое есть, для того, чтобы заниматься уверенностью, можно сказать, что мы будем приходить сюда. Я думаю, с открытием этих залов наши бойцы станут намного лучше. Кроссфит пришел в нашу жизнь, и считаться с ним нужно, утверждает старший инструктор Анзор Гаджиев. С появлением в зале специального оборудования и Америка не нужна. Выносливость можно натренировать в родной Махачкале. Здесь работает тело, пресс, спина. Руки свободные, как веревки. Ранинг называется, он имитирует уличный бег. Здесь работают, ну, все части, заднее бедро, поверхность бедра, переднее. Вот, например, на обычном тренажере задняя поверхность бедра не работает, потому что ты не отталкиваешься от нее. А это имитирует уличный бег. Как ты механическая, как ты бегаешь, так и она. Спорт для всех. Кроссфит – нелегкое занятие, но новичкам тренера идут на уступки. Бол-бол называется на английском. И кидаем мяч. Тоже для начинающих логкий мяч, 6 килограмм. На территории клуба «Премиум фит» любой найдет занятие по душе и поддержку специалистов. А набрать хорошую физическую форму остается делом времени. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Так вы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете освеживать на нашей официальной странице в Инстаграме, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин